О том, что у войны не женское лицо, расскажут актеры молодежного Санкт-Петербургского театра на Фонтанке. В преддверии Дня Победы они привезли в Иваново спектакль «Исповедь» по документальной книге лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевич. Эта повесть рассказывает о судьбах нескольких сотен советских девчонок, в чьи жизни вмешалась Великая Отечественная война. Теперь эти истории оживают на сцене. Познакомилась с ними и наш корреспондент Екатерина Татаринцева. На площадке танцевальной 41-й год В далеком 41-м свыше миллиона девушек ушли защищать родину. Многие не осознавали, что ждет их впереди. Некоторые брали на войну свои куклы и только матери провожали дочерей и прощались будто навсегда. И стоял сплошной войн. Они не плакали, наши матери провожающие за их дочерей. Они были. Но моя мама стояла как каждая. Она боялась, чтобы я не знела. Спектакль «Исповедь». Здесь не место пышным декорациям. Вместо них главенствуют человеческие судьбы. Несколько сотен историй собирала по крупицам белорусская писательница Светлана Алексеевич. Она лично общалась с участницами войны. Спустя десятилетия эти истории на сцене рассказывают актрисы молодежного театра на Фонтанке. Я читала текст, книжку эту «У войны не женское лицо». И в том месте, где я начинала плакать и хотела это сыграть, я эту историю брала. Потом их пришлось еще несколько подсократить, потому что много таких историй, которые хочется рассказать. И мы не взяли самые драматичные, те, которые уже вообще невыносимо слушать. В спектакле «История», о которых не пишут в учебниках, это рассказы о том, какой была война для девушек и с чем им приходилось сталкиваться. Женщины даже на войне оставались женщинами. В редкие минуты отдыха любовались природой и тоже думали о любви. Вы когда-нибудь любили товарища Матшо? Я не мужа храню, я любовь храню. Молчи. Тогда я тоже хочу здесь умереть. Зачем мне без него жить? Женщины, они немножко по-другому ощущают вот эти все военные истории. Для нас многих было неожиданностью вот эти женские откровения, потому что мы такого не видели ни в одном фильме про войну. Когда мы репетировали этот спектакль, у нас постоянно слезы наворачивались на глаза, было трудно произносить этот текст. О такой войне многие зрители не знали. С трудом сдерживали слезы, а громкие овации берегли до финала, чтобы не разрушить царящую на сцене атмосферу. У войны не женское лицо, но женщины тоже внесли неоценимый вклад в великую победу. Екатерина Татаринцева, Валерий Осипов, Вести Иванова.